всем привет продолжаем играть в outriders наше задание перебраться через реку маршрут нам показывает маркер великолепный я думаю никаких проблем быть не должно это уже река или это мы пункты это что за есть перепугу начал аж вот тебе и здрасте откуда их столько здесь взялось ну благо дробовик у нас работает исправно и никаких проблем с местной живностью не было блин ну что ж он на дальнего взял использовал способность на самого дальнего противника когда нужно было естественно уничтожать ближайшего что-то у нас там был получен предмет или какое-то улучшение не успел смотреть ну ничего зайдем в любом случае будет у нас еще просмотреть может какая-то новая инфа я думаю может быть о новом этом противнике офигеть там чё-то рухнуло так вот этого зеленого наверно надо тушить у них главный переключился на пистолет из двух рук как ларка в молодости в девяносто третьем году в игре том райдер я не виду на первом playstation прям раз так разлетелись на ошметке слушайте ну пострелушки тут знатные мне очень нравится как работает оружие сейчас то которое я тут нашел которое подобрал ну и количество врагов тоже приятно удивляет не скучно да что ж я все хочу не той кнопкой перезарядить оружие так где у нас там еще один дробовик патронов мало осталось ну и врагов я смотрю особо не видать звуки хитрые много нового лута пока что он помещается это меня радует помещается в карман и это что такое бочки а эта бочка нужно было ее взрывать когда противники возле нее находились тут что-то развалилась чисто визуальный эффект такой там доски просто посыпались когда я палил на лево и направо так у нас можно маркер прям подсказывает нам переправьтесь через реку ну там точнее нажмите вверх поставил я основную задачу но у нас также еще и зачистите райончик я правда врагов не вижу хотя вот отсюда какой-то шум блин я застрял а ну пошли вон жалкие ублюдки ну по-моему все они все конечно все ну тут главный подтянулся вот это точно у них зеленый то какой-то сморчок был а вот этот парень уже посерьезнее так а ну-ка получай боль познай страдания не стал их главной для меня проблемой хотя у бит у него был весьма агрессивный да что ж я что ж я творю все использую не вовремя не вовремя эту способность послушайте ну подобрали мы тут неплохо различного барахлишка сейчас нужно посмотреть может чё-то отдельная попалась прям вот так посредине остановимся улицы и и чекнем да ну вот куртка уже вижу что она хорошая остался я правда без плаща моего фирменного ну что делать что делать дальше штанишки такие веселые я не знаю когда они шмота такого успели тут на нашить на планете но ткачи у них видать такие дольче габбана там гучи все отдыхают потому что тут наряды будь здоров это готова как готова и по оружию по оружию у нас двустволка это тут стволка вариант но это автомат на чтоб его заменить вот тут что-то гель на из тоже выкачивая в выкачивание здоровья с помощью оружия двустволка вариант аннигилятор урон от критического попадания все тут прям такое прям такое ну мощно это мне нравится давайте посмотрим как работает вот этот ствол и что-то заменить на какой-нибудь интересный над критического попадания ну давайте сравним это два пулемета обойму зацените она просто фантастически огромная ну так так мне такое только нравится ну и по пистолетам пока что мне кажется самые самые дельные у нас установлены дневая мощь в итоге у меня 420 если взять вот это оружие аномальная сила 422 здоровье 225 броня 892 не так эпично мне кажется выглядит на сперн наш персонаж от пулемет кстати глянь вот как было до этого я имею ввиду плащ он такой был отшельник ну капюшон пока оставим внешний вид конечно отдельно мы еще поработаем над ним что касается противников стали доступны нам пару новых тут видов под видов всего кстати 889 видов противника и 13 у нас уже открыто давайте узнаем это ядовитый перфору ядовитый перфора предпочитает обстреливать своих жертв из засады в их желудке вырабатывается ядовитая кислота в таких объемных что ее приходится регулярно извергать наружу эти перфоры часто сопровождают охотничество и на дальних вылазках день и преимущественно пытаются отрежет отрезать жертвам пути для отступления при необходимости они также встанут на страже улья их кожа мутировала и стала очень толстой чтобы защитить тело от их собственной кислоты и поэтому ядовитые перфора лучше переносят любые повреждения это мы уже поняли потому что много пришлось на них потратить патронов перфоровожак перфоровожак это зрелый представитель своего вида основные задачи которого заключаются в защите сородичей и оплодотворение яиц нам не нужны игроки спасибо значит которого заключаются в защите сородичей и оплодотворение яйца аномалия вызвала в его организме серьезные мутации теперь его тело защищено крепким слоем поглощающим все удары огромные мышцы позволяют ему очень далеко прыгать и наносить мощные удары при необходимости ваш зажаг может покинуть улей повезти стаю на охоту зачем мне вот эта вот информация вылазит то что может подобрать игроков у меня стоит просто влог ну замок на подборе игроков меня не интересуют никакие совместные вылазки на текущий момент меня интересуют обычно одиночная компания я кстати в начале предыдущего видео говорил что над истане я очень ругался по причине того что там я хотел поиграть одиночную компанию мне пришлось уставил диск там сервера типов на ремонте чем-то играть не получится я понимаю что такое сетевые игры но зачем сейчас мне об этом писать когда мы играем просто в одиночку не хочется пройти и узнать все-таки историю личные дневники дневники джейн кольм после того как райли перешел на сторону мятежников от меня все стали шарахаться будто я прокаженная предательство у этой семейки в крови говорили они зная что и я их слышу наверное прим мне мой отряд и расслабиться не мог боялись что и им глотка глотки вас не перережем ведь я каждый раз колебалась перед тем как спустить курок боясь вдруг мятежник у меня в прицеле окажется моим братом мне пришлось научиться тщательно выбирать цели если дело за каждым движением пытаясь понять по фигуре и позам ралли это или нет но стоило мне увидеть шрам на лице или длинные волосы я теряла уверенность и каждый раз это могло стоить мне жизни в тот день когда гранд маршал приезжал в наши траншеи командир отряда призвал нас показать все на что мы способны я вглядывалась в ничейные земли пытаясь отыскать цель неподхожую на брата мне повезло я заметила капитана мятежников который высунул голову из окопа то ли желая похвалиться какой-то способностью то ли еще чем я выстрелила из выстрелила и сбила и с него каску вместе с головой шире гудман этого хватило она пригласила меня в личную охрану и вручила снайперскую винтовку теперь я могу посмотреть в глаза противникам перед тем как спустить пустить пулю им в лоб больше мне колебаться не нужно и все же я постараю постоянно думаю как бы я поступила ведь однажды в прицел попадет райли не хочу оказаться перед таким выбором есть только один способ избежать этого погибнуть прежде чем наступит этот день либо найти способ закончить эту войну ну такие тоже истории на поле боя по одну сторону баррикад брат по другую сестра комнатушка тут точнее коридорчик какой-то ступень и ступенечки такие могли бы чего-нибудь туда интересного положить ага не зря я побежал всю эту дорогу награда получена чё там у нас за награда опять что-то прозевал надо было внимательнее посмотреть что за награда ну ладно разберемся немного позже ага это огромное дерево внизу мы там бегали теперь у нас просто обзор сюда сверху открылся ну вроде как осмотрели полностью зону хотя вот еще можно подняться наверх тоже осмотреться фига там кровишкой залито все напрочь ну зайти нам туда в любом случае нужно проверить нужно зайти проверить и там ничего не оказалось давайте еще поднимемся наверх осмотримся здесь очередная записка что-то написано что-то написано давайте узнаем что брошюра зак оставил на а брошюра зак оставил нас братья и сестры нам было нужно их нужна их помощь ровная доля пищи и воды и возможность укрыться от бурь мы просили их и умоляли ради чего почему мы рассчитывали на что-то другое разве не зак бросил дорогих нам людей умирать на земле разве не зак привез нас в этот ад разве не зак умолчал о бурях которые сносят стены наших жалких домов почему теперь нас удивляет то что зак закрыл перед нами двери свое убежище они говорят что за стенами недостаточно места что что в городе за рекой которой мы помогли им построить нам не рады то же самое они говорили нашим родным о ковчеге который привез нас на иенах но ню нюберг и его продажные подручные почему-то смогли взять с собой жены детей сколько из нас поцеловали своих любимых в последний раз столько из нас пришлось выбирать лишь одного ребенка из-за всех своих детей братья и сестры все мы здесь заброшены на обочину жизни сосланы в трущобы нам уготованы страдания мы потеряем многих но все мы знаем что этот мир принадлежит нам не злите я не лите а нам едок принадлежит изгнанник но такие речи в чем-то конечно они правы естественно не хочется умирать на окраинах этих захудал их улочек но если ну судя из исходя из всех документов которые мы нашли и прочитали здесь конечно творился полный беспредел не только тех кто построил вот эти вот на окраинах дома но и всех остальных потому как бури уничтожали все и все оборудование и все все строения поэтому не сладко жилось всем плюс это дикая фауна вот еще какая-то записка похожа здесь можно добыть немножко минералов но я смотрю в основном железо железо таким образом добывается да давайте зачитаем что тут какие-то заметки профессор д.д. карпинский август 2159 год несколько групп ученых и инженеров сосредоточились на поиске методов предсказания аномальных бур бур извиняюсь просто блин голос подводит я сдерживаясь чтобы не кашлять немножко тяжело читать давайте небольшую небольшую паузу сейчас несколько групп ученых и инженеров сосредоточились на поиске методов предсказания аномальных бурь пока что рабочая гипотеза такова аномалия ведет себя настолько хаотично что подобные бури можно предсказать лишь за несколько минут до их начала для эвакуации нескольких минут недостаточно значит бури неизбежно будут приводить к жертвам и разрушениям мы можем надеяться только на одно создать достаточно развитую инфраструктуру чтобы повысить свои шансы на спасение был разработан план строительства многочисленных бункеров и убежищ как в жилых так и в промышленных районах на цементном заводе стояла относительно примитивная техника поэтому он продолжил работу несмотря на действия аномалии однако ее эффекты заметно повлияли на скорость и качество производства а также на другие звенья производственной цепи в особенности на экскаваторы в карьере и шахтах не тем курсором хотел опустить текст ниже наша электроника превратилась в бесполезных ламп так что многие стали искать альтернативные способы создания техники которая была бы несколько сложнее лампочки накаливания один аудиофил предложил использовать вместо транзисторов вакуумные лампы первые испытания оказались многообещающими мы выяснили что простая рация более устойчива к воздействию аномалий чем сложные приборы хотя данная технология и не позволяет создавать сложные компьютеры ее по крайней мере можно будет применять в системах управления или в средствах радиосвязи и вся эта техника после бури вышла из строя кстати бури эти на эти аномалии очень и очень любопытно что же все таки это такое откуда они и я думаю мы к концу игры получим на это ответ тут я отражение просто смотрел ну такие такие знаете прям вот ну не супер хочется хочется отражение увидеть как в реальности все эти рейтрейсинги рассказывают нам хотелось бы действительно увидеть качественно когда используется эта технология за хеди я перехожу мост где грузовик рядом с городскими воротами есть гаражи которые смогут защитить его от аномалий там какой-то недобрый звук сразу в укрытие побаиваюсь я тут что за звук это сирена так чтобы захватить эту точку быстренько устанавливаем быстренько получаем боеприпасы мне кажется может быть это сигнал тревоги что приближается буря это стремная фигня мне такое не нравится локации сделаны бодренько немного немного напоминают мне эти трущобы буллетс торм вот почему-то мне вспомнился так спокойно ха-ха пулемет хорош да да выпрыгивай же ж ты блин он нормально не смог перепрыгнуть ну вы видели что происходило я нажимаю кнопку чтоб он прыгнул через преграду а он зараза такая таит на месте и все это что было это что было так откуда в меня там снайпанули спокойно парни спокойно посмотри на него я ему с пулемета прям в лицо стреляю а он там что-то еще мне устроил какие то ой 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 вот это я забрался в логово врага хорошо там на куски как разлетаются противники так сразу у меня восстанавливается сто процентов жизни такое я люблю такое я люблю блин я думал в ближайшего попаду своей способностью нифига вот пока что с укрытиями никак я не разберусь то есть после того как я использую способность мой герой очень бывает и конечно же попадает под обстрел так пошел так пошел бодрому музон но нам вперед туда бежать под него пока что рано ластенько там слишком плотно засел враг маркер маркеры конечно видно что там противники но где именно они находятся пока никак я не увижу ну прилетела граната держи мы тоже ребята непростые и ю ластенько на те но и и хороший пулемет он как но он как набирает скорость стрельбы мне такое нравится там правда есть у него еще ножки может быть его можно вообще поставить а это я чё-то с другой оружие рассказывал ну ладно что у нас тут еще можно найти посмотреть я я понял почему я несколько раз неправильно как бы использовал ну я нажимаю r3 короче у меня это осталось я вот недавно tomb raider проходил осталось у меня такое знаете там r3 сканировать местность я жму r3 а это здесь ну кинетический какой-то удар и телепатический кто такой чё бежишь сюда а ну-ка помри скотт так набегает народец набегает ух ты это какая-то то он включил какую-то свою байду меня начала засасывать тактическое отступление фига откуда это меня настреляли там спокойно тактическое отступление фига так этот мир но опять способность почему-то использовалась на хрен знает каком парни которую там наверху я так не понял ухты пока пока я просто не понимал тут набежал на родится еще я вернулся аж к флагу который я тут самом начале оставил но здесь зато можно пополнить боезапас что это лишнее будет я надеюсь там не распаунятся ребята пока мы отступаем так далеко зак не пройдет они считают что я зак не были но они как-то далековастенько по-моему это последний до выполнена про и пробейте себя сквозь ряды и мятежников выполнена и теперь включить экран заберите чемоданчик заходи такие не запомню как правильно зовут захини за хире блин позиция за хире я кстати даже по моему неправильно себе записал и неправильно даже во втором видео с нас сделать название нужно будет поменять что за шум глядя там огромный какой белаза короче огромный транспорт травушка-муравушка что за звук такой что это сирена не сирена в итоге очередной дневник дать посмотрим что тут пишут руководство для колонистов июня 2159 год получите свои кредиты в хранилище зак за них вы можете получить пищу доступ к удобствам и развлечениям и многое другое количество кредитов на вашем счете зависит от того сколько средств вы внесли на счет зак до отлета мало кредитов не волнуйтесь все ваши рабочие часы учитываются и кредиты автоматически перечисляются на ваш счет чтобы получить рабочее место посетите центр трудоустройства какой бы ни был какой бы ни была ваша профессия мы Мы высоко ценим ваш опыт и навыки. Сотрудники Центра Трудоустройства определяют вашу роль в рабочем процессе и направят вас туда, где вы нужны больше всего. Пожалуйста, учите, что мы стремимся найти для вас работу, которая в максимальной степени соответствует вашим навыкам. Однако строительство колоний на неосвоенной планете – процесс непредсказуемый. Поэтому вы можете получить не ту работу, на которую рассчитывали. Но не волнуйтесь, вы в любом случае будете выносить свой вклад в развитие колоний. Чтобы получить жилье, посетите Центр Приема. Там вы получите адрес своего нового жилья на планете Йенах. В вашем жилище есть водопровод, доступ к электросети и постель. У вас есть право купить дополнительную мебель, например, кондиционер или контейнеры для хранения вещей. Наслаждайтесь своим новым домом. Отдохните, восстановите силы после Креостазиса. Многие считают, что Креостазис способен заменить обычный сон. Однако это не так. Ваше жилище оснащено устройством для мониторинга сна. Оно проследит за тем, чтобы ваш цикл сна был оптимальным. Отдохните, прежде чем выходить на работу. Ну, вроде так, все и неплохо тут описывают. Ну, понятное дело, что там какой-то устав. Вот, ну, как-то и в армии, что же все есть. Все есть, это дисциплина. И живут же там люди годами. Вот, ну, опять же, есть разные армии, в которых вообще все фантастично. Так, классный шлем. Не знаю, что он похуже, чем тот, который у меня. Так, жилет командора. Одиннадцатый уровень, верхняя броня. Аномальная сила, сила эффектов на 18,7%. Ну, меняем. Наверное, да? Поменял я счет курткой. Как-то визуально не особо изменилось. Так, что касается оружия. У меня 23, кстати. 23 пушки из 30, которые возможно переносить с собой. Автоматический дробовик. Автоматический дробовик. Давайте, наверное, дробовик поставим. Крутой у него барабан. Там такая обойма. И, значит, бронебойность. А тут у нас что? Качание здоровья с помощью оружия. Это прикольная штука. И награды. Награды я опять получил. Новый уровень наград. Продолжить. Ага. Вот, получено три награды. И куда они делись только что? Ну, это совсем не смешно. Я хотел забрать награды. Вы видели, они в левом верхнем углу. И куда они пропали? Вот с этим меню я пока что, ну, никак не разберусь. Только не ошибка подключения к интернету. Вы что творите? Что за глупости? Друзья, ну да, вот так работает пока что игра. Не совсем, не совсем нормально. Далеко не нормально. Это полнейший беспредел. На самом деле, не удалось подключиться и все. Но, видимо, не ожидали Square Enix, что такой наплыв будет желающих покатать в их игру. Игруха сейчас ставит рекорды. На самом деле, там онлайн больше 100 тысяч. В стиме. Только в стиме. Вы представляете, какая идет нагрузка на сервера? В геймпассе она раздается бесплатно. Соответственно, это еще много тысяч людей, которые сегодня играют в день выхода в эту игруху на Xbox. И, как я понимаю, не выдерживают. Не выдерживают, по всей видимости, техника. Но явно не рассчитывали они, что будет такой ажиотаж. Это неприятно, конечно, очень. Но что делать? Давайте попробуем перезапустить. Я надеюсь, был какой-то чиппоинт. Не придется переигрывать огромный кусок. Кстати, первое видео, которое я записал, там около полтора часа, было наиграно. Не было подобных проблем. Вот они появились немного позже. Появились немного позже. И это, видимо, связано с тем, что все больше и больше людей сейчас присоединяется к этой игре. И вот есть вот такие нюансы. Неприятно максимально. Я не знаю, сколько нам придется переиграть. Возможно, если вообще игра запустится. Так, где я нахожусь? Заберите чемоданчик с заходи. Такое впечатление, что меня немножко дальше куда-то перекинуло. Я там осматривал территорию. Это неплохо, это даже очень хорошо. Вот-вот здесь вот я смотрел. Да, норму. Чиппоинт нормально отработал. Давайте, тогда не будем задерживаться. Двигаем вперед. Это что за устройство? Управление краном. Да, неприятно. Здесь много грузовиков. И все одинаковые. Я спрятал чемодан под дверью со стороны водителя. Да просто обащи все. Круто выглядит. Ребят, мне очень нравится игра. Мне нравилась Destiny. Я с удовольствием ее поиграл. Но там есть какие-то у меня претензии. Они очень схожи, эти игры. Кто бы что ни говорил, очень схожи. История меня зацепила в Outriders как-то посильнее, что ли. Она не такая прям сверхфантастичная. Вот знаете, в Destiny какой-то космос прям совсем. Я не хочу ни в коем случае сказать что-то плохое про ту игру. Тут просто... То есть мы как бы земляне попали на другую планету. Неудачная колонизация. И вот пошло-поехало. Вот этот вот сюжет меня зацепил. Как в свое время меня зацепил очень сильно сюжет в игре Horizon Zero Dawn. Я прям там зачитывал все эти записи. Все смотрел в закоулке этого мира. Так, ну вот похоже наш бронетранспортер, который нам нужен. Хочу смотреться. Вдруг тут еще что-то у нас осталось полезное. Нет, это тупик. Вот эта локация выглядит симпатично. Так, рассмотреть грузовик и что у нас. Нашли мы то, что искали. Даже трофей получил. Удача благоволит смелым. Да нет, не туда! Туда тащи, дебилок, ухо! Ой, твою мать! Все приходится... Вперед! Зани! Да, сейчас! Переда подальмом! Когда мне уже дадут покататься на БТР? А я думаю, кто это кричит. Теперь стало понятно. Это местные повстанцы. Крутой транспорт, можно его улучшать, но пока что покататься не дают. Я вот надеялся, что нечто подобное как Mass Effect будет у нас. Следующую могилу буду себе копать. Надеюсь, все это не зря. У меня герой на Аквамена, похоже. Что-то я так... Ещё работает? Спутниковая связь. Единственная связь. Так... Так вот, что ты искал, когда нашёл меня. Да. И... Связь всё ещё есть? Как? Чемодан из мю металла. Изолирует. Его не открывали, и электроника не пострадала от аномалии. Так, это связь с чем? С космосом. Разве корабль не разобрали для колонизации? Почти. Но связь с ним оборвалась. Половина нужных ресурсов осталась на корабле. В грузовых капсулах. Семена, техника, диски с данными. Ничего не достать. С этим мы можем восстановить цивилизацию. Но... В этом нет смысла. Пока нам не удастся найти место без этих бурь. Я знаю. Это просто... Мечта, но... Именно она помогает нам не опустить руки. Вот оно что. Значит, Шира послала меня к тебе... Чтобы достать тот груз. Так... И что теперь? Та частота. Я смогу отследить источник сигнала. Надо только найти антенну повыше. Знаешь, где такая? Да. В Орлиных пиках. Но... Не сейчас. Сказал же. Все, кто уходит на это сраное задание, погибают. В Орлиных пиках. Я очень удивлен тому, что погибает эта девчонка, она была для меня как главный герой, то есть она нас спасла, получается, из капсулы, точнее, не то, чтобы спасла, открыла капсулу, мы как бы вышли, и вот так нелепо, то есть они списывают персонажи, неожиданно, по-своему, это очень круто. Доктор Эзра Захиди, я не знаю, почему его Захери называл, может, от слова Хер, но, в общем, он Захиди, и мне придется исправлять просто картинку и название второго эпизода, который, наверное, сейчас, пока я записываю, запостился уже на Ютубе, в общем. У меня даже записано, здесь я пишу параллельно название в тетрадку, в блокнот, короче, этих самых, как бы название глав, которые там, ну, такие-то, не то, что, ну, да, название глав, в общем, например, какие-то мне нравятся здесь по мере прохождения, там, допустим, миссии или названия, я их записываю. Вот, у меня тут записано Захери, это просто меня веселит. Так, ладно, давайте вернемся к игре. Значит, доктор Эзра Захиди, личные записи. Чтобы ограничить доступ к компьютерам Флорес для обитателей, Энахо Зак создал особую систему связи с Ковчегом, шифровать и расшифровать сигналы, которые могли только аппараты спутниковой связи. Однако, во время первой аномальной бури возникли сильные помехи, и связь с Флорес стала очень нестабильной. Аппаратов спутниковой связи было очень мало. Они были выданы президенту ЗАГ и другим высокопоставленным чиновникам. Большая часть приборов была уничтожена, когда Алиум Мятежник убил руководителей ЗАГа. Остальные аппараты пропали во время бунта в первом городе. Только отыскав хотя бы один из этих аппаратов, можно снова установить контакт с Флорес. Эти приборы хранились в контейнерах из Мега Мю Металла. И поэтому есть вероятность, что аномалия не повредила их. Если контейнеры никто не открывал, если мне попадется такой аппарат, то крайне важно найти место за пределами зоны влияния аномалий. Место, где можно открыть контейнер и включить прибор. Изначально аппараты связи позволяли пользователю обмениваться данными с компьютером Мифлорес. К таким данным в том числе и относятся орбитальные снимки, сделанные камерами корабля. Данные наблюдения за звездами с помощью телескопов. Межпланетная связь, если бы такая возможность когда-нибудь появилась снова. И что самое важное, эти аппараты давали возможность удаленно управлять грузовыми камерами, все еще прикрепленными к кораблю. Есть все основания ожидать, что любой из этих важных элементов, системный Флорес, механизм запуска капсулы, сам аппарат связи окажется неисправен. Даже крошечная трещина в контейнере сведет на нет все мои усилия. И все-таки я должен попытаться. Я должен попытаться. Ну конечно, куда нам деваться. Сигнал. Доктор Аврам Захиди. Личные записи. Первое задокументированное взаимодействие с сигналом произошло в день высадки, когда первопроходцы прибыли на иенах, чтобы заложить фундамент будущей колонии. Сами первопроходцы мало что рассказывали об этом. Неизвестный первопроходец, который нашел зонт, транслировавший сигнал, погиб в тот же день. Сама Грандмаршал Гутман утверждает, что в момент обнаружения поддерживала с ним связь по рации и все слышала. Мы знаем только одно. Некий цифровой сигнал поступает из-за пределов этой долины. И его источник, как бы невероятно это не звучало, появился на планете раньше, чем Флорес. Тот факт, что еще до нашего появления на иенахи здесь уже была техника, передающая сигнал невероятно важен. Многие задаются вопросом о происхождении этого сигнала. Однако кроме домыслов у нас ничего нет. Для нашего выживания важнее не гипотезы о существовании развитых инопланетных рас и путешествия во времени, а сама природа сигнала. Тот факт, что сигнал является цифровым, означает, что его передает электронный аппарат, компьютер, встроенная плата или микропроцессор. Все подобные устройства аномалия превратила в бесполезный хлам. Но если аномалия уничтожила всю электронику, то откуда вообще берется этот сигнал? Неужели существует место, не подвластно аномалии? Похоже, я ошибся, когда сказал, что все первопароходцы погибли. Один из них выжил и зафиксировал частоту сигнала, записав число на ладони. Его нашли и вывели из криостазиса совершенно случайно, и это возможно позволит нам найти источник сигнала. Этот первопроходец помог мне добыть последний уцелевший аппарат связи. С помощью этого устройства мы сможем выбраться из зоны действия аномалии, наконец выйти на связь с Флорес и вызвать прикрепленные к кораблю грузовые капсулы, о чем так долго мечтал мой отец. Ресурсы и техника, хранящиеся в этих капсулах, возможно позволят положить конец войне. Триангуляция источника сигнала поможет мне выбрать направление, в котором нужно двигаться. Все капсулы с крио-камерами и пассажирами успешно приземлились. Однако часть грузовых капсул Флорес не попала на иенах. Поначалу их содержимое колонистам не требовалось, поскольку в этих капсулах хранились архивы, данных и дополнительные ресурсы, предназначенные на крайний случай. Но когда этот крайний случай настал, вызвать эти капсулы мы не смогли. В обгоревшем грузовом документе, найденном в первом городе, перечислена лишь часть содержимого этих грузовых капсул. Компоненты для строительных и промышленных 3D принтеров, смена сельскохозяйственных культур, диски с копиями всех пропавших данных, центральные процессоры. Ну весьма полезные контейнеры. Что тут? Тут не скажешь ничего другого, как то, что они действительно полезны. Mega Mu Metal. Доктор Эзра Захиди. Личные записи. Mega Mu Metal. Суперсплав. Предназначенный для защиты электроники от физических повреждений и электромагнитного излучения. Именно он защищал Флорес во время путешествия к Йенаху. Если бы не он, космическая радиация и вспышки на Солнце уничтожили бы все корабельные системы. Многие другие компоненты также были признаны критически важными для успеха миссии. В частности, грузовые капсулы, в которых находятся ресурсы и хрупкая техника. А также аппараты спутниковой связи, которые позволяют выходить на связь с Флоресом. С поверхности Йенаха. Если бы мы знали об аномалии, если бы мы знали, что грузовые капсулы способны хотя бы отчасти защитить нас от ее воздействия, мы бы не разобрали их для переработки. Будь у нас соответствующее оборудование, мы бы, возможно, построили купол из этого суперсплава. Такой, чтобы он защитил от аномалии весь город. Но мы этого не сделали и теперь оказались в безвыходной ситуации. Мы не можем создать защиту без мю-металла. А без защиты мы не можем создавать мю-металл. Действительно, просто попали. Они так попали, приземлившись на эту планету. Я в шоке. У нас еще новые персонажи тут открылись. Ну, точнее, это не новые. Это Джейн Кольм, снайпер-зак первого класса. К сожалению, почившая. Преждевременно. Благодаря тебе, первопроходец... Благодаря тебе, первопроходец, мы еще выберемся из этой долины. Джейн много лет служила под началом Ширы. Началось это с того, что однажды Джейн с расстояния в 60 метров без прицела сбила шлем с головы капитана нетежников. А Шира это увидела. Джейн во всем поддерживала Захиди и много раз охраняла его на экспедициях во вражеские территории. Ее отвага, прекрасные навыки стрельбы и скрытность идеально подходили и для проникновения в стан мятежников, и для схваток с монстрами. Во время последней своей экспедиции Джейн нашла вас в криокапсуле после 31-летнего стазиса. Она была вынуждена сразу же покинуть вас ради спасения Захиди, но так и не смогла помешать врагам захватить доктора в плен. Теперь она злится на саму себя и считает спасение Захиди заданием первоочередной важности. Когда Джейн в первом городе допрашивала человека, захватившего Захиди, ее смертельно ранили. Перед смертью она просила вас восстановить аппарат связи и продолжить дело Захиди. На ее надгробии высечено. Здесь покоится Джейн Кольн, снайпер первого класса. Да, к сожалению, персонаж только появился, видите, и сразу его вывели. Это ключевые персоны, я очень удивлен, что такое произошло. Ну что ж, никто, как говорится, не застрахован. Кстати, мы получили очко класса, давайте посмотрим, что можно улучшить. Например, 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 как мотыльки на пламя. Эффективность выкачивания жизни с помощью оружия повышается на 5%. Это что у нас такое? Бездвижущие навыки восстанавливаются на 15% быстрее. Неутолимая жажда. Эффективность выкачивания жизни с помощью навыков повышается на 6%. Воспламеняющие навыки восстанавливаются на 15% быстрее. Аккумуляция урона от навыков, наносимый отмеченным противником, повышается на 8%. Взрывные навыки восстанавливаются. Давайте, наверное, сила урона повышается на 8%. Тут, конечно, нужно более глубоко, мне кажется, выбирать вот эти все моменты. Но, знаете, нет времени объяснять. Выбрали, поехали дальше. Карта заданий. Кстати, дополнительные задания пока что я как-то и не выполнял. Ведь он по основному сюжету. Ну и мне это нравится. Я надеюсь, вам тоже. Если это так, не забывайте поставить палец вверх. Что ж, возвращаемся. Так, награда получена. Уровень персонажа, уровень 2. Поговорите с Якубом, чтобы отправиться к Орлиным пикам. Доступно новое задание. Подробная информация представлена на вкладке «Задание». Но я удерживаю вверх. Мы отметили основное задание. Это, кстати. А я пойду вперед. Может, встретимся. Это могила, получается. Джейн. Если я правильно сказал ее имя. Картинка по-прежнему меня не перестает удивлять. Так, дополнительное задание. Похоже, восклицательный знак над головой вот этого персонажа. Это то, что... То, что и есть дополнительное задание. Давайте поговорим. Усовершенствование предметов. Система усовершенствования предметов позволяет подстроить снаряжение под свой стиль игры. Особенно это важно на высоких уровнях мира в финальной части игры. Итак, Захиди. Ученый Захиди ждет вас в лагере. Обращайтесь к нему, если захотите усовершенствовать свое оружие или броню. Сделать это можно пятью способами. Повысить уровень, улучшить редкость, заменить модификацию, выбрать другой вариант или улучшить свойства. Стоимость усовершенствования. Каждый способ усовершенствования предметов требует разных материалов. Железо используется для усовершенствования оружия. Кожа нужна для улучшения брони. Для усовершенствования энергетических или легендарных предметов нужен титан. Чтобы заменить какую-либо модификацию, потребуется другая модификация из вашей коллекции. А также железо или кожа. При улучшении свойств расходуются осколки. Ресурсы. Каждый способ усовершенствования предметов требует разных материалов. Железо используется для усовершенствования оружия. Кожа нужна для улучшения брони. Для усовершенствования эпических или легендарных предметов нужен титан. Чтобы заменить какую-либо модификацию, потребуется другая модификация из вашей коллекции. А также железо или кожа. При улучшении свойств расходуются осколки. Да что же так все сложно здесь? Продать или разобрать. Ненужные предметы, снаряжение можно продать или разобрать. Каждое действие имеет свою цель. При продаже вы получите валюту, на которую можно купить новое снаряжение. А демонтаж позволяет добыть ресурсы для усовершенствования предметов. Продажа предметов. Вы можете продать предметы торговцу, получив взамен лом. Лом это базовая валюта, необходимая для покупки снаряжения. Если ваше оружие или броня отстают по уровню, имеет смысл приобрести что-нибудь получше. Демонтаж предметов. Вместо того, чтобы продавать предметы, вы можете разобрать его на части, получив материалы, осколки и новые модификации. Осколки нужны для улучшения характеристик при усовершенствовании предметов. Модификации. Разблокированные модификации добавляются в коллекцию, после чего их можно использовать для замены модификаций в предмете снаряжения. Только помните, если установить несколько модификаций с одинаковым названием, эффект не будет суммироваться. Угу. Как хитро они сделали. Так, это вся инфа на текущий момент. Давайте поговорим. Альфред Маккеллен. Я прошел такой долгий путь. Я не дам этим тварям меня остановить. Да ладно, нервничай, дедуля. Сейчас посмотрим, что там и как. Потерял что-то, старик? А ты нет. Что ты тут делаешь? Здесь небезопасно. Что ты видишь, глядя на эти руины? Я везде вижу свою историю. Я пережил все кризисы, все бунты, а потом у нас все отняли. Боюсь, я все пропустил. Земли нет. И здесь все потеряем. Мы все теряем. Всегда. Может, так нужно? Я оставил в хижине кое-какие ценные вещи. Я тут и минуты не протяну. Расчисти путь, и я покажу тебе, где они. Хоть раз бы увидеть дом. Побудь здесь. Я разберусь. Естественно, согласиться. Прашим, найди дом старика. Мне одному не добраться. Так, расчистить путь к дому старика. Новая запись в дневнике у нас, кстати, также доступна. Давайте посмотрим. Такой странный и долгий путь. Мы так много оставили и так мало обрели. Зачем мы вообще здесь? Странный колонист. Мы уже потеряли Землю. Скоро потеряем мы эту планету. Рано или поздно мы теряем все. Быть может, так уж нам суждено. Этот измученный человек желает в последний раз побывать в первом городе, где остался его дом. Хотя, по документам Альфреду Маккеллену 63 года, на вид ему можно дать все 83. Насколько он тих и погружен в свои печальные мысли. Известно, что Маккеллен родился в Детройте, в бывших Соединенных Штатах, и занимался политикой. Он начал карьеру в городском совете, потом получил пост мэра и в итоге перебрался в Вашингтон, баллотировавшись в Республиканскую Палату Представителей. В целом, ему было все равно, на чьей стороне выступать, если это была сторона победителей. С помощью своей смекалки и политического чутья Маккеллен сумел проложить путь на борт Флорес для себя и всей своей семьи, жены и двух дочерей. Конечно, не один он купил себе место на Флорес, хотя успех программы зависел напрямую от соблюдения принципов меритократии. Некоторые члены правления ЗАГ не могли отказаться от взяток. Конечно, отправившись на Йенах, богачи могли не волноваться о том, что им придется испытать на себе гнев людей, чьи места они забрали. Но люди, честно заработавшие право улететь на Флорес, негодовали по поводу присутствия на борту купленных. И не только потому, что отсутствие у купленных опыта ставило под угрозу успех колонизации. Ведь многим из тех, кто честно заработал свое место, пришлось навсегда попрощаться с родными. Так, расчистите путь к дому старика. Мой старый дом находится у радиовышки над городом. Я понял, куда нам бежать. Одну минуту. Давайте посмотрим, какое у нас тут есть оружие. Что-то нужно нам в любом случае разобрать. Что-то нужно оставить, что-то продать. Так, значит, дополнительные задания. Где у нас вообще, как нам совершить торговлю? Здесь у нас недалеко основная миссия. А, я не хочу просто ее начинать раньше времени. Этот грузовик в плохом состоянии. Все полезное я из него вытащил. Доктор поедет с нами. Ладно. Как скажете, пополнить запасы. Так, это у нас что тут? Стрижка, чтобы изменить внешность. Но пока оставим такую, какая есть. Чтобы открыть ящик, удерживайте крестик. Это мы можем сюда закинуть полезные предметы. Там у нас уже, я видел, по категориям все поменялось. Так, с этим персонажем, с Захиди, мы можем... Захиди, да, по-моему, он говорил. Вот так вот, Захиди. Ну, ладно, пофиг. Захиди. Фиолетово, как его зовут, на самом деле. Главное, что вы поняли, о ком идет речь. Хоть Захиди, хоть Захиди. Хоть Захиди. Хоть Захиди. Так. Наша задача продать это барахло. Но торговать, похоже, можно с ним. Или можно просто в меню как-то с этими предметами на базе что-то сделать. Вот, например, какой-нибудь старый-старый мусор. Вот этот. Информация. Отметить. Выбрать. Убрать. Наверное, нам для того, чтобы торговать, нужно вернуться в главный... На главную дубасу. Скорее всего, вот так это работает. Так, это что такое? Ага, это дополнительный отряд. Тогда, чтобы переместиться на базу, нам нужно, похоже, вот, взаимодействовать с флагом. И здесь мы можем вернуться на главную базу. Так, это лагерь, где нахожусь сейчас я. Задание. Задание. Это все, это все интересно. Переулок. Дерево висельника. Это локация такая. Мост. Ага, это то, что мы вот тут недавно проходили. Как мне увидеть? Это, по-моему, не совсем та карта. Окраина. Это что такое? Дима задания. Дом, милый дом. Это что такое? История вдохновения. Доступные задания. Там еще можно где-то взять по пути. Не совсем, не совсем туда я хочу переместиться. Подождите, дом, дом, спасение. Быстрое перемещение по... Уровень мира 15 максимально, что ли. Так, мы пока что на пятом. А если по 15 максимально, мы как бы недалеко. Тут в трех шагах от максимального уровня. Через этот флаг мы не совсем туда, куда я хотел, можем переместиться. То есть назад на базу нам через это быстрое перемещение не попасть. Как же нам тогда быть? Так, вас ожидают награды. Пятый уровень. Может быть, я тут что-то награды какие-то могу... О, получить награды. Икс. Получена награда. Куда она ушла? И тут я могу получить награды. Я понял. Эти предметы, их выбирать не нужно. Это просто такие обозначения. ЛТ автоматически выставлять максимальный уровень. Включено это. Ну и как бы неплохо. Мне, в принципе, максимальный уровень устраивает. Потому что герои все равно выше, чем текущий уровень мира с запасом. Поэтому никаких проблем. 25 предметов оружия у меня. Я практически... А практически что? Блин, а местами можно это оружие поменять? Или без разницы? Пришлось сменить, видите, на новые пушки. Вот это, кстати, снайпер. Вот эти надо два предмета оставить. Все остальное я хочу реально продать и разобрать. То есть, половину продать, половину разобрать. Как это сделать? Давайте, может быть, с Захиди нам что-нибудь подскажет. Ну-ка. Главное, чтобы он не дал нам новое задание. Чем могу помочь? Просто побеседовать. Откуда у тебя спутниковое оборудование? Скажи мне, Захиди. Он первым отправил экспедицию. Я был еще ребенком. Ты полетел на Еноху в детстве? Угу. На борту Флорес было мало детей. У отца была привилегия. Он мог взять с собой членов семьи. Почему мы не обнаружили аномалию сразу же? Почему мы не знали об аномалии до приземления? Ее должны были обнаружить. Это точно. Обещали нам совсем другое. В каждом отчете, который приходил отсюда, было одно и то же. Они нашли настоящий рай. А не мир, который будет пытаться убить нас любой ценой. Мы бы тогда не улетали. Так и что произошло? Я не знаю. Мой отец изучил эту планету вдоль и поперек. Он был в совете, который выбрал ее. Очевидно, что-то случилось за те 67 лет, что мы спали в гиперпространстве. Что-то изменило планету. Это очень интересный разговор. Что такое эта аномалия? Аномалия? Что-нибудь знаешь о ней? Ну, почти ничего. Мы ее так назвали, потому что не понимаем. Она не подчиняется законам физики. Это фундаментальная сила природы этой планеты. Электромагнитная и гравитационная. Но это чем-то похоже на атмосферную систему. Погоду. Ее даже можно прогнозировать. То солнце, то дождь. Обычно дождь. У меня есть теории. Но научный метод основан на наблюдении, гипотезе, экспериментах и экспертной оценке. Беда в том, что экспертов нет. А могли остаться другие непробужденные? Мне интересно, а вдруг есть другие непробужденные первопроходцы? Ну, это возможно. Мы с Джейн... Не собирались искать твой отряд. Мятежники были близко. Не было времени на поиски кого-то еще. Ты и так знаешь, насколько опасно в первом городе. Но... Я бы хотел первым узнать, что там. Тут мы можем согласиться или отказаться. Я думаю, если отказаться, мы миссию потом сможем взять. Может быть, позже. Вот, хорошо сказал. Действительно. Может быть, позже. Мне нужно усовершенствовать... О, мне нужно усовершенствовать снаряжение. Отлично. Будет минутка. Я бы послушал о твоих товарищах. Я был маленьким, когда их арестовали и увезли. Давайте, давайте что-нибудь попробуем улучшить, да, из того, что у меня есть. Это, наверное, так удивительно. Проснуться в будущем. Разобрать отмеченное можно. Блин. Ну, а как мы сделаем? Давайте разбирать, наверное, с самыми крутыми показателями. Так, а как отмечать? Просто Y разобрать отмеченное. Ну, как отметить? Ага. Подождите, выбрать. Отметить. Ну, как-то заблокирован предмет. Пошло. 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 Делаем. Отмечаем. Давайте половину мы просто разберем. Половину продадим, как я и говорил. Что-то с опозданием срабатывает. Ну, вот, например. Так. Разобрать отмеченные предметы. 11. Готово. А вот остальное хотелось бы продать, но похоже, за хеди этот не покупает. Что касается оружия. Тут, блин, были какие-то классные пушки, не хотелось бы их как бы продавать. Реально, нажимаю R3, не срабатывает. Вы, наверное, слышите этот звук результата. Результата. Но это... Это можно тоже выбрать. Но не хочет он нормально срабатывать. Так. Разобрать 14 этих предметов. Это мое снаряжение. Что ж нам дальше-то сделать? Ну, так немножко проведили мы как бы предметы. Стоп. Ресурсы прилетели к нам в карман. Новая запись в дневнике, кстати. Ученый Зак пропал без вести. Считается погибшим. Эзра Захиди. Я всегда был согласен с мадам Кюри. Ничего в жизни не стоит бояться. Нужно лишь понять это. И сейчас нам предстоит понять как можно больше, чтобы бояться меньше. Эзра Захиди, отец Авраама Захиди, был выдающимся ученым во времена создания Зак на Земле. Он входил в совет ученых, занимавшихся изучением телеметрии с Йенаха. И определил, что данная планета наилучшим образом подходит для выживания человечества. В то время как некоторым важным персонам на борту Флорес было позволено взять с собой семью. Служащим более низкого ранга выделили меньшее место и многим приходилось сделать сложный выбор. У Эзры были жена и двое сыновей, но ему досталось лишь два билета. Он пытался отдать их своим детям, но перед ним поставили условия. Либо отправляется самому, либо потерять оба места. Выбирать кого-то из сыновей, взять с собой было невыносимо тяжело. Авраам, младший сын, так и не смог простить ни себя, ни отца за его решение. Согласно психологическим отчетам, Авраам провел всю жизнь в стремлении доказать свою полезность. Доктор Захиди передал сыну все свои знания, которых хватило бы на целый университетский курс. Но самое главное пробудил в нем настоящий интерес к науке. Эзра был первым, кто решил следовать за сигналом, которому годами удавалось ускользать от Зак. И привлек к этой миссии Авраама. Вместе они снарядили несколько экспедиций и отправили их на поиски сигнала. Но эти экспедиции не увенчались успехом. В одной из таких экспедиций пропал Исамезра, которого теперь считают погибшим. Из заброшенного отцом исследования Авраам Захиди узнал о возможности существования некоего защищенного аппарата связи в развалинах первого города. Если бы только удалось включить этот аппарат и связаться с Флорес, это позволило бы отправить на посадку все капсулы, десятилетиями вращающиеся вокруг планеты. Тогда бы у живущих на Енохе появился еще один шанс. Или на Енохе. Тоже вот эти вот ударения. Названия неизвестные, блин, в первые в первые жизни. Увиденные, услышанные. Это, конечно, еще та история. Прочитанные. Мне нужно усовершенствовать снаряжение. Как его усовершенствовать? Давайте выбираем, например, капюшон бродяги. Улучшить редкость, улучшить свойства. Модификация снаряжения. Повысить уровень. Повысить уровень предмета. 107 текущий. Максимальный уровень 12. Повысить уровень предмета. Это 175. 194. В общем, кожу, если мы потратим 194, то мы до 180 уровня прокачаем капюшон. А ну-ка. Модификация снаряжения. Что мы можем тут? Известные модификации. Чтобы разблокировать модификацию, найдите предмет с такой модификацией. Разберите его. Все модификации с разобранных предметов становятся доступны. И там я не успел прочитать. Первый уровень. Второй уровень. И третий уровень. Но у меня пока что, я смотрю, модификации есть только первого уровня. Что мы можем сюда добавить? Тепловая волна. Перегрев. Но в основном перегрев, я смотрю. Тут можно, кстати, залипнуть на часы. Тепловая волна. Если под действием навыка попадает 3 противника, все последующие противники получают дополнительно 120 единиц урона. Перегрев. За каждый это сила феникса. За каждый эффект состояния поглощения этим навыком аномальная сила на 8 секунд повышает на 21 единицу. Эффект суммируется до 10 раз. Перегрев противники, чьи эффекты состояний поглотил этот навык, получают на 33 единицы больше урона. И ожоги третьей степени. Перегрев противники, попавшие под действие навыка, получают на 25% больше урона от оружия. Ну, можно, кстати, допустим, вот этот оружие как-то поместить в ячейку. Где у нас ячейка? Одна, одна ячейка. Все, я понял. Так, это готово. А, можно еще вторую ячейку добавить. Или что происходит? Тут я что-то потерялся. Так, модификация улучшит свойства. Аномальная сила за 24 осколка. А у меня нет осколков столько. У меня их 4 всего. И улучшить редкость это стоит. Это вообще 50 осколков. Понятно. В принципе, ну, то есть принцип понятен. Вот, цены здесь такие. Будь здоров, у меня не так наимного. В общем-то, ресурсов для того, чтобы сильно тут модифицировать. Ну, мы как бы проэкспериментировали. Единственное, можно еще с оружием. Например, двустволка вариант стандартная. Что тут у нас по улучшению редкость? Например, 50 осколков. Нету такого. Тут тоже у нас, будь здоров, он 33. У меня всего 4. Модификация снаряжения. Это что такое? А вероятность критического попадания повышается на 15%. Это, кстати, достаточно интересная модификация. Но сейчас, как я понимаю, у меня установлен магазин изобилия. При критическом попадании у вас с 30% вероятностью не расходуется боеприпас. Но вероятность критического попадания на 15% это, мне кажется, даже покруче. Тут еще выкачка здоровья. Короче, очень много у этого оружия различных прибамбасов. Заменить вариант, что это значит? Позволяет заменить этот вариант оружия на другой, доступный для данного типа оружия. Для получения доступа к новым вариантам повышайте уровень героя. Так, и повысить уровень можно. Повысить уровень предмета. Текущий максимальный уровень 12. Ну и, кстати, я могу повысить до 13. А, то есть, у меня сейчас 11 уровень. Можно повысить до 12. Стоит это 263. Ну и, что это золото, я забыл, что это за ресурс. Урон будет 16 и 377. Акнимая мощь. Текущий максимальный уровень снаряжения. То есть, у этой пушки 12 уровень и больше я ее улучшить не смогу. Ну, это неплохо. Неплохо. Относительно неплохо. Где продавать оружие, только я не понял. Повысить уровень. А тут тоже максимальный. Улучшить свойства. Короче, осколки. Очень важная фигня. Которой у меня, к сожалению, нет. Что у нас вообще по броне и по оружию? Давайте сделаем следующее. Мы продадим все. Ой, точнее, мы разберем все нафиг. То, что мы насобирали. Сейчас в любом случае будет вылазка. Мы сможем подсобрать новое какое-то оружие. Новое какое-то барахло, которое потом мы сможем продать без проблем. Поэтому вот эти предметы можно подразобрать. Ну, неплохо получил я там ресурсов. Здесь вот было видно, как они... Ну, как относительно неплохо, опять же. Вот. Единственное, что осколки... Осколки. Я не помню, какие пушки здесь. Ну, вот эту можно еще. Какие пушки стоит оставить? Некоторые были лучше. Ну, так, вот эти вот. Низкого уровня можно, наверное, поубирать. 290 и все вот так. Все остальное оставляем. Как бы не прогадать. Я тут сильно не заморачивался. Я думаю, вы обратили внимание. Так. Долго мы тут, в общем-то, скуплялись, улучшались и так далее. В целом я доволен. Тем, что мы сделали. Единственное, я не очень доволен, как выглядит мой персонаж. Но. Перед кем нам тут? Рядиться. Главное, что оружие эффективно. Блин, вот каждый раз, когда я сверлю, я потом пытаюсь убежать по-быстрому. Но нужно подбирать. Подбирать доступные ресурсы. Ага. Боялся. Честно вам скажу. Боялся, что сейчас будет тут у нас файт. Но мне как-то подфартило. Никого не видно. Расчистите путь к дому старика. Да что ж я не могу сказать это слово. Расчистите. Какие-то звуки там. Пугающие. Снова через эту аномалию. Интересная эта локация. Не нравится мне единственное только, что он цепляется ногами. Не пойму за что там. Какие-то невидимые преграды. Нормально. Не дают пробежать. Ну, запас можно было пополнять, потому что мы его и не расходовали. Эй, старик. Как тут все было в самом начале? О, это настоящее чудо. Промышленные 3D принтеры создавали все нужное из ресурсов Еноха. Мы строили город на чужой планете с бешеной скоростью. А потом начались бури. Ты видел первую бурю? О, да. Небо горело. Техника сходила с ума. Весь город погрузился во тьму. Только молнии и крики. Я видел, как людей поднимало в воздух. Блин, ну это, конечно, подстава. Я думаю, вы согласитесь со мной, что мы отправились только в путешествие, в приключения. И даже не дали дослушать историю. Я уже не стал нажимать кнопку эту B. Думал, сейчас он закончит болтать. Но сбросилось, сбросилось. Неприятный момент, но что поделаешь. Вот так вот на старте. Сейчас, когда выходят игры, много нюансов неприятных. Такое же самое было с киберпанком. Я, кстати, писал в сообществе на ютубе, что будем проходить киберпанк. Но пришлось отложить. Потому что были там определенные проблемы. Я все надеялся, что выпустят пайт, что улучшат максимально быстро. Мы получим обновление для консолей нового поколения. И запишу тогда более свежую такую версию. И вот так вот оно откладывалось, откладывалось, откладывалось. И по текущий момент, к сожалению, не записана игра. Я приношу свое извинение. Все, я собирался еще в сообществе написать, что откладывается. Уже прошло очень много времени с момента выхода. Но говорю сейчас здесь, в этом видео. Давайте попробуем еще раз запустить игру. Если сейчас напишет, что с подключением проблемы, то, наверное, закончим на данном моменте эпизод. Ну, все зависит от того, загрузится или нет. Там, получается, в самой этой зоне есть какое-то дополнительное задание. Я хотел как раз подняться наверх и узнать, что там происходит. Вернулся немного назад, начал подниматься. Ну, так мы и не узнали. Нет, друзья, к сожалению, не грузится. Тут какие-то перебои. Это уже не первый раз такое происходит. Что ж, на этом закончим тогда данный эпизод. Надеюсь, вам интересно. Вообще, происходящее в игре, ну, то есть, экшен и события вообще сюжетные, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Если так, обязательно ставьте лайки. Продолжим самое ближайшее время. Максимально быстро хочется пройти игру, потому что она мне максимально понравилась. Так что, продолжим самое ближайшее время. Пока.